Извините, что я много сегодня говорю. Надеюсь, вам интересно. Надеюсь, вам интересно. В общем-то, мы все про индусов да про индусов. Кроме индусов есть же другие народы. Там, в принципе, даже в этом сундусе. Много чего было интересно. С одной стороны были китайцы. Ну да. Сейчас они везде, а тогда были только вот там, сконцентрированы конкретно. У них была своя традиция. У них были свои понимания. Ну, про меридианы это понятно. Там, кстати, чакр, опять же, считается больше, потому что считается, что чакра – это любое пересечение меридианы. Ну, это там немножко по-другому называется. В общем, не совсем сравнимо с чакрами. Из того, что у нас там может интересовать – это три дяньтяня. Снеговичок. Ну, как будет дяньтяня себе, да и дяньтяня. Они там себе выращивали пилюлю бессмертия, опираясь на эти три дяньтяня. Это относилось к… Ой, как они называются? Забыл. У них конфессионисты, будь дизинь. Да, си. У даосов там при дяньтяня. Вот. Совершенно верно. Цыгуньи при дяньтяня. Они немножко все это упростили. В принципе, это можно соотнести с тем, что у нас есть три мозга. Я уже говорил, у нас есть три мозга. У нас есть головной мозг. Это наш основной. Вот тут. Вот тут. Вот сюда там растет. Или отсюда он растет. В общем, кто-то куда считает. У нас есть сердце. С сердцем мы тоже можем думать. В эмоциональном плане сердце тоже способно думать. При этом нейронных связей у нас здесь много. Но здесь у нас их не меньше. Мы действительно можем сердцем на многие вещи влиять. Нашим сердцем мы действительно думаем часто. Действительно сердце на многие вещи влияет эмоционально. В свое время, в свою очередь, оно влияет и на всю нашу гормональность. Это один из думательных органов. Но не думательных в плане мыслей. Вернее, дум. Я уже много раз повторял, что есть дума, есть мысль. Дума – это то, что мы проговариваем в голове. Опять же, в зависимости от того, где мы там родились. Если мы родились здесь, мы будем думать либо по-украински, либо по-русски. И это откладывает свой отпечаток на образ нашего думания. Мы будем думать по-английски, по-русски. Сердце. Еще один наш думательный центр. Желток. Находится вот здесь. На два цуня ниже паука. Это наш кишечник. Это и мужчины чаще думают. Почему? Многие женщины тоже прекрасно думают своими кишками. Момент стресса. Причем тут за деньги? Ммм, стресс когда чувствует стресса. Да, да, да. Тоже многие думают. Это у нас выживательный центр. Он ближе всего к животному. Ниже пупка или что? Ниже. Ну, там ниже. На пальцах. Куда ты сядешь? Про цуни? Про два цуня? Ну да. Я шучу насчет двух цуней. Вот тут вот у нас комок нервов, да? Многие говорят. Это не живот, это комок нервов. Именно живот. Вот. У нас тоже в отголоски той вот старой традиции, они в принципе где-то так же соотносили. У нас много в этом плане похоже. У нас есть комок нервов. То есть не жалея живота своего, шли на войну. То есть тоже думательный центр. Это та вещь, которая ближе всего к животным инстинктам. Есть люди, которые в мире так воспринимают. Да. Через жених. Они должны говорят, что у них типа как будто два перецкопа здесь вот так вот стоят. Возможно. То есть то, что вот-вот-вот скотина, вот животное, оно у нас осталось вот здесь. Оно в первую очередь думает о чем. Все. Вот это вот сами. То есть когда говорится у нас животный страх, то он срабатывает. Животный страх, да. Он здесь. Поэтому, я уже говорил, да, я когда занимался рукопашкой, перед какими-то соревнованиями нужно обязательно сходить в отдельную комнату, чтобы не размазать все это по татами. Потому что оно само по себе схватывает. Потому что наша тушка, она не хочет, чтобы мы причиняли сами себе ритм. Она чувствует, что там может быть ой плохо. Есть сердце, наша грудная клетка. Опять же, в славянских традициях грудная клетка. Почему называется грудная клетка? Ну что в клетке находится? Сердце. Духки. Само по себе клетка. Грудная клетка это клетка для души. В славянских традициях душа находилась здесь. Не только в славянских. Душа находилась здесь. Ни в пятках, ни как у американцев там в отдельных органах. Ну в фильмах, да, там спасите наши задницы. То есть спасите наши души. Ну то есть когда говорится даже как душа болит, то все новые вещи. Да, да, да. Ощемление. Здесь у нас в принципе эмоциональный такой центр. Поэтому эмоциональные люди, у них болит сердце часто. Болезнь сердца. Либо наоборот люди, которые скрывают свои эмоции, подавляют свои эмоции. Тоже опять же болезнь сердца. Все, закрывается. Ну и голова, я думаю, про голову объяснять не менее. Один из главных. Это думательный наш центр. Голова на только голову. Это то, что у китайцев. То, что близко, да. Близко по той причине, что славян душ тоже было там. Славян душ тоже было. Сердце, горло, живот. Появилось где-то в 2012 году у славян. Зарод, горло, живот и так далее. Читаешь описание. Ну вот, в общем, Муладхара, Сахасрара переименовали. До этого, ну, нету. Ну, как сказать, нету. Еще есть такая традиция, как суфизм. Это мистический ислам. Мистическая часть ислама. Данные товарищи вообще были зациклены конкретно на сердце. Все остальное их особо не интересовало. Их интересовала только любовь ко всему миру. Поэтому у них, у них чакрарная система рисуется следующим образом. Такой четырехухий чебурашка. Четырехухий, ухий чебурашка. У них все это дело называется латаиф. Латаиф. Главная чакра, главный энергетический центр находится в центре грудной клетки. То есть, по сути, это, опять же, все та же, как она. Вилочка моя. Вилочка железа. Либо как... Анахата. Анахата. Да. То есть, все та же анахата. В них она называется акта. Скорее всего, где-то они у индусов посматривали. Анахата. Откуда вообще эти все значения? Как там анахата? Как лучше? Пишут. Пишут. Куда это все? Из индуизма. Слова. Слова? Они же тоже, наверное, как-то пробуют. Я здесь писал перевод. А. Это не перевод? Ну, я там первые два пропустил, наверное. Будет интересно найдете. Там ничего особенного. Я их немножко... Аква. Кафи. Аква это все? На каком пункте? Ух. Рух. Как это переводится? Я не знаю. Это Рух. Рух. По-арабски, да. Ку. И сир. Кулб. Кулб. Да. И сир. Ну, и у них, в принципе, все связано с тем, чтобы раскрыть сердце. Любовь. Любовь, прежде всего, к Богу. Потом можно немножко людям. Ну, и где-то там, в последнюю очередь к себе. Центр. Это центр грудной клетки. Вот эти чакры на два пальца выше соска. А вот эти на два пальца ниже соска. А вот эти на два пальца ниже соска. Вот такие. А если от размера грудь? Какие? Ну, понимаешь, там как бы ислам. Грудь учитывается только мужская. А, у нас же женщина млекопитающая вроде признана в этом году. Ну, да, да. Это в Саудовской Аравии. Так как женщина наконец-то признана млекопитающей. Хотя бы, да. Уравнялась по правам с домашними животными. Отлично. Я не знаю, обладали ли они чакрами. То есть недавно. Да. Ну, тем не менее. Млекопитающая пьет. Саудовская Аравия или те, которые рядом? Нет, где-то вот это. Где-то в этом регионе, да. Где-то там есть попрогрессивнее. Что как-то, так все значит, Саач, ну как это у вас? Ну, не радикально Саудовская Аравия. Мужчинки и летаки водят. Ну, видите, водят и такие. Только недавно им разрешили водить машину. Ну, а белка с крелкой в космос летала. Вот это все. Тоже как бы. Тоже как бы. Это будете к шейхам, у них будете спрашивать. Вот. Белки. И вот это, в принципе, я это нарисовал зачем? В принципе, оно нам как бы особо не надо. Но у нас есть похожая вещь. Интересная. Я на это обратил внимание. У нас есть икона в православии. Есть икона, которая, в принципе, особо в православную традицию не вписывается. Потому что там намалевано чёрт знает чём. Ну, не чёрт знает, Бог знает. Бог знает. Бог знает чём. Вот. Икона называется «Всевидящее ухо». Интересно. Очень интересно. Видели? Вот. Схема очень похожа. По сути, идёт центральный рисунок «Всевидящее ухо» и идёт обозначение. Там три животных. Орёл, бык, леп и кто-то там из пророков. Не пророков, а… В постах, да. Святых. Скажем просто, что святой. На самом деле там не святой. Там… как они называются? В общем, неважно. В общем, мужик какой-то нарисован. Вообще там считается, по-моему, Арханду. Которые там в обличье… Ну, там да, там видишь. Именно, именно так, чтобы в классике, в переводе один из… Угу. Теперь на своё чувство. Потом видео будет, я… Матфея. Да, да, да. Вот. То есть, это не это? Она, она. Да, да. Иван, Матфей там… разный. Вот. Угу. Угу. Да, да. То есть, в принципе, похожая вещь. Очень похожая вещь. Ну, так как обмен, в том числе и знаниями существовал. Ну, и кроме того, у меня есть вот распечатка ещё одной иконы. Ещё одной иконы. Агранта? На которой, в принципе, изображена Божья Мать. Как она называется? У тебя царится, нет? Ээээ… Ну, не помню, как она точно называется. Я вам потом чуть позже могу сказать. И вот здесь вот есть какие-то непонятные шарики. Где шарики? А можно запомнить? Ну… 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 Ну…